Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на приложение. Причем это приложение, я бы просто даже назвал, это софт, который однозначно вам пригодится. Это такая, ну, нативная мечта всех владельцев Mac, особенно тех, кто переходит, езжа с Windows на Mac. Да и в целом, в жизни реально пригождается. Заинтриговал? Давайте вместе разбираться, как это приложение работает. Полное наименование приложения, на котором мы будем смотреть в этом видео, iBoySoft NTFS for Mac. Версия у нас 4.0, я покажу чуточку позднее, но прежде мы посмотрим на сайт, соответственно, у нас можно все это скачать. Наступна 3L-версия, вы все можете попробовать, понять, работает, как работает и насколько вам это все нравится. Ну и далее приобрести лицензию. За год она стоит, там, достаточно разумных денег, на момент записи видео порядка 1800 рублей. В целом, за функционал соответствующий, я думаю, вы уже поняли, для чего это нужно, будет все хорошо. А именно для того, чтобы NTFS диски у нас читались легко на Mac компьютерах, кому это нужно, я думаю, просто must have. Ну и есть достаточно большой выбор другого софта, приложений от данного производителя программного обеспечения, который вы тоже можете выбрать. Вот мой любимчик, например, iBoySoft Magic Menu. Она позволяет создавать новые документы прямо в один клик на рабочем столе, либо в папке, и отправляет все очень быстро в те папки, которые вам необходимы, с чем вы чаще всего работаете. Например, папка, которая работает с облаком. Вся версия приложения я сейчас вам показываю. Это, соответственно, активированная версия. Здесь подписка годовая, и, в общем-то, она стоит очень разумных денег. Если вы постоянно работаете с Windows, жесткими дисками, флешками, SSD и так далее, то для вас это будет отличный вариант как раз получить к ним доступ в полной мере, как запись, так и чтение. Это до сих пор не реализовано на системном уровне, а значит, должны быть дополнительные вещи. Здесь у нас есть дополнительные настройки. Можем некоторые вещи здесь подставить, установить NTFS драйвер в систему. Соответственно, все это доступно буквально в считанные секунды. То есть вы установили пар только кликов, тапов, и все у вас будет работать. Сейчас у меня в системе, соответственно, есть несколько скрытых образов, но мы на них не смотрим. Есть основной SSD на 1 терабайт, он внешний, он у нас как раз в формате Mac. Есть у нас вот такой, есть у нас вот такая история. Это дополнительный, он видит, системный с версией самой OS для восстановления. И как раз 500 гигабайт Windows NTFS. Что мы можем здесь? Ну, понятное дело, мы можем unmount, то есть выгрузить. Можем сделать вот так и проверить диск, либо восстановить диск. Да, здесь это тоже будет доступно, как это ни странно. И, конечно же, можем его, в принципе, полностью стереть, без каких-то не было проблем. То есть нажать, и, в принципе, он все это дело сотрет и отформатирует. Причем я напоминаю, все это на Mac. Если мы откроем, то видим, что благодаря драйверам в Finder он будет определяться как съемный жесткий диск. Здесь у нас все это будет работать. Мы сейчас откроем, давайте. Вот так я немножко все это дело сокращу. Фотографию, в целом, без каких-то не было проблем, будет скопировано. Что касается, например, копирования файлов каких-то внутрь самого жесткого диска. Есть у меня несколько капчеров игры Человек-паук, Майлз Моралес, если я правильно помню. И я могу их сюда спокойно закинуть, нативно, максимально, так как это был бы обычный жесткий диск под Mac. И вот эта самая нативная поддержка добавляется благодаря одному единственному приложению. Согласитесь, просто, удобно, комфортно. И я предлагаю, естественно, попробовать посмотреть, что у нас здесь можно сделать еще. А именно, например, отформатировать данный жесткий диск. Нажимаем ОК. И происходит, соответственно, подготовка жесткого диска. И сейчас он будет отформатирован. То есть вот максимально просто мы его отформатировали. Работает действительно на ура. Ну и самое главное, что любой жесткий диск, который здесь есть, у вас в системе, вы тоже можете переделать аналогичное из приложения в формат NTFS. Круто! По итогам, просто, понятно и самое главное, эффективно. Решение основной задачи, которая ставится перед данным приложением, выполняется на раз-два. И вы получаете именно то, за что, по сути, платите деньги. Причем весьма скромный, на самом-то деле, с учетом, если вы взаимодействуете с данным форматом жестких дисков и накопителей. Так что, однозначно, рекомендую. А ссылку ищите в описании, а также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Естественно. Большие пальцы вверх. На канал подписка внизу. Там она красная, и кнопочка должна стать серой. Нажимайте на колокольчик в два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. Пишите ваше мнение в комментариях, и несколько добрых роликов сейчас перед вами. Переходите, смотрите, там много интересных гаджетов. Проделать это все для вас не сложно, а для нас огромная помощь в продвижении видео и канала в целом. Заранее спасибо. Продолжение следует...